Продолжение следует... Что же грибы делают на планете Земля? Я сейчас вам напомню. Чтобы выяснить, какова роль грибов, ученые разбивают все грибы на различные эколого-трофические группы. Это один подход. И он основан на том, какой субстрат главным образом использует данная группа грибов. Она может, конечно, предстоитель этой группы использовать очень разнообразные субстраты, но все-таки есть спектр соединений доминирующих. И, соответственно, это грибы сапротрофные, и они внутри делятся на подстилочные сапротрофы, ксилотрофы, то есть на древесине развивающиеся, или копротрофы и так далее. Далее грибы, которые являются паразитическими, и там по тому объекту, на котором гриб паразитируют. То есть фитопатогены, патогены животных и человека, насекомых и так далее. Далее грибы микоризные или симбиотические, то есть это грибы, которые используют питательные вещества, углеводы от растения, но взаимодействуют с ними в полном балансе и не наносят ущерба, а напротив, снабжают растения минеральными соединениями, водой и так далее. Грибы в разных аспектах помогают растению. И второй подход, очень важный, это по местообитанию, соответственно, это топическая классификация. Вот вы должны два таких подхода иметь у себя в голове и ориентироваться. Легко тогда будет в пространстве грибных организмов. То есть это грибы водные, литобионтные, обитающие на горных породах, минералах, почвенные грибы. То есть здесь могут быть различные по трофике организмы, но они объединены местом своего обитания. Итак, сегодняшняя лекция будет посвящена грибам, которые имеют подвижную стадию в жизненном цикле. В учебнике, вы знаете, у нас в университетском учебнике микологии и льгологии, и учебнике из нескольких томов, где Тарасов, Белякова, Яков, авторы, есть отдел хитридиомикота, зигомикота, аскомикота и базидиомикота. То есть 4 отдела. И как раз грибы, которые имеют подвижную стадию в цикле развития, все объединяются в отделе хитридиомикота. Вот на данном слайде такая общая характеристика представителей разных отделов дана. И вы внимательно потом можете прочитать и понять, какие основные принципы разделения грибов по отделам. Это и тип полового процесса, наличие подвижных гомет или бесполых спороношений, зооспор, наличие ценоцитного мицелия, то есть неклеточного, и клеточного мицелия, тип полового размножения, характер бесполого спороношения. Вот все это отражено в определении отдела грибов. И в то же время вы знаете, что уже где-то с 2007 года, с использованием филогенетического подхода, была уточнена система грибов. И вот если в 2007 год посмотреть работу Хиберта с авторами, то было 7 уже отделов. И здесь стрелочками, видите, показано 3 отдела грибов, в которых есть организмы с подвижной стадией, то есть с зооспорами. Сейчас даже еще на несколько отделов больше, если мы рассмотрим систему грибов 2016 года, и выделена вот такая АРМ клада, то есть грибов или, может быть, не грибов, которые находятся на границе между простейшими и истинными грибами. И вот эта область наиболее, может быть, интересная, или одна из наиболее интересных сейчас и в микологии, и в протестологии. То есть это те организмы, вот посмотрите, в точке, вот если этой схемы, схему внимательно посмотреть, которые находятся в той точке, где как раз животные простейшие разошлись. И какие различия? Это как раз фаготрофия, осмотрофия, наличие синтеза лизина по аминоадипиновому пути, наличие хитина в клеточной стенке, что определяет осмотрофный тип питания. И вот несколько групп организмов, которые как раз ранее относили к простейшим, а сейчас относят к грибам, мы кратко рассмотрим. А потом перейдем уже к грибам истинным, которые и по программе вы должны знать, и в учебнике лучше изложены. Итак, это вот группа микроспоридий, облигатные внутриклеточные паразиты животных. Достаточно большое разнообразие этих организмов, не менее 1300 видов, имеют минимальный геном для эукариот. В общем, он сопоставим даже с бактериальным геномом. Ряд других отличий от эукариотических организмов есть. Но если мы проанализируем этот геном, то увидим, что он очень близок к грибным организмам. И кроме того, есть хитин в оболочке спор у этих организмов, альфа- и бета-табулины, то есть белки, данные сходны с грибными, и они формируют очень устойчивые в окружающей среде споры. То есть вот эти организмы вполне уже резонно относить к самым примитивным грибным организмам. Кроме того, есть несколько представителей рода розела, которые паразитируют на грибах, на зеленых водорослях, выращивать их довольно сложно, потому что вы должны одновременно культуру водорослей иметь или хитридиевых грибов истинных, и одновременно на них получить еще культуру розеллы. Вот тоже очень такие примитивные организмы, которые имеют, видите, стадию подвижную, имеют в цикле развития амибоид, то есть питается фаготроф на данный организм. Следующая группа – криптомикоты. Эти организмы вообще человек на питательных средах или в культуре пока не видел, и только на основе методов микроскопии, причем микроскопии такой продвинутой, когда вы имеете краситель, связанный с олигонуклеотидом на грибной геном, на какой-то определенный ген, вы в образце почвы или воды можете обнаружить вот такие вот подвижные структуры, то есть клетки с задним гладким жгутиком, как у грибов, и обнаруживаете наличие хитина в покоящихся клетках, и можете вот даже проследить просто в объекте природном, в препаратах, вот цикл простейший этих организмов – образование цист, внедрение из этих цист клеток внутри другого организма, и все это просто путем окрашивания препаратов. Но на данный момент ни один из них не выделен на питательную среду, как я говорил, а разнообразие их гигантское. То есть вообще получается, что, как я вам уже говорил, грибов вот таких примитивных очень много на планете. И вот как раз вот эти организмы, они объединены в отдел криптомикота или розеломикота, они и стоят тоже на границе между грибами и простейшими. То есть когда есть хитин, это вроде осмотрофное питание, даже не вроде, а как раз доказательство осмотрофного питания, его отсутствие, наличие подвижных клеток свидетельствует о фаготрофном питании, что характерно для простейших и животных примитивных. И кроме того, вот одна группа еще организмов – амебоафелиды или простейшие из класса афелиды, которые наиболее, может быть, далеки от грибов и в большей степени рассматриваются представителями зоологами, представителями области зоологии. Вот они тоже образуют такие подвижные структуры с задним гладким жгутиком, но могут иметь фаготрофную амебоидную стадию, вегетативную, внедряются в другие организмы и, соответственно, их уже еще сложнее, может быть, отнести к грибам. И вот эта группа апистоспоридия, как надотдел, рассматривается как промежуточная группа организмов между простейшими и грибами. Или как самые примитивные грибы, которые когда-то существовали и дали, может быть, следующим поколениям грибов начало. Но они вот обнаружены в последние годы и активно развиваются, изучаются. И здесь вот вспоминается фраза Тимирязева, что нет ни растения, ни животного, а есть нераздельный органический мир. А вот растения, животные, грибы – это что-то среднее, что нам нужно иметь, как-то описывать вот эти организмы, какие-то признаки давать исключительное значение и пренебрегать иными признаками. А теперь приступим к рассмотрению грибов уже истинных, которые имеют в жизненном цикле подвижную стадию. Это грибы хитридиомикота, моноблефаридомикота, неокалистимакстигомикота, властокладиомикота. И вот альпидиум, который у нас рассматривается среди хитридиомицетов, но по молекулярно-генетическим данным он даже относится к грибам уже наземным, к зигамицетам. В принципе, наиболее разнообразное по видам количество грибов в отделе хитридиомикота, это три четверти всех видов, порядка тысячи видов всего, а три четверти относятся к отделу хитридиомикота и значительно меньше в других отделах. Но мы вот рассмотрим практически представителей всех из этих отделов, но учтите, в учебнике они даны. Вот отдел хитридиомикота, затем идут порядки хитридиалис, спизометалис, ризопидалис и дальше порядок моноблефоридалис, порядок неаукалисмакстегалис и порядок бластокладиалис. Внутри те представители, которые описаны, они, в принципе, никак не изменились. Просто ранг этого порядка в настоящее время повышен до отдела. Вот ранг трех последних порядков. А так, в целом, это истинные грибы и имеют в клеточной стенке хитин, глюкан, имеют пластинчатые митохондриальные кресты, лизин синтезируют через альфа-аминовую адипиновую кислоту и вот объединяются они по молекулярно-генетическим данным и наличию жготиковой стадии в цикле развития. А при уже выделении внутри, кроме этих данных филогенетических, используется анализ типа талома, то есть от самого простейшего до все-таки организации сложной с осевой, репродуктивной и разоидальной структурой анализируется половой процесс и ультраструктура зооспора. Вот когда рассматривают зооспоры, посмотрим, в каких местах расположены рибосомы, липидные гранулы и они достаточно, вот зооспоры различаются в зависимости от отдела. Теперь талом. Талом может быть голокартный, моноцентрический или полицентрический, то есть формируется грибом или один зооспорангий, или несколько зооспорангий. И далее, вот этот талом с зооспорангиями, он может иметь риза мицелий, то есть спорангий может быть просто внутри клетки растения и никаких, соответственно, ризоидов и ризамицелия ему не нужно. Или зооспорангий формируется где-то вне клетки и с помощью ризамицелия и ризоидов прикрепляется к какому-то субстрату. Из этого субстрата может получать питательные вещества. И в принципе, вот эволюция талома у этой большой, достаточно по разнообразию группы грибов, она шла от амебоида до одноклеточных форм с спорангием, зооспорангием, далее зооспорангием с ризамицелиям и дальше уже дифференциация организма на довольно сложную по структуре форму, где есть резидальная, осевая и репродуктивная часть. Ну вот первые два отдела хитридиумикота и неоколимактикомикота имеют очень простой талом, то есть ризамицелий, ризоиды и спорангий, а вот уже два других отдела они имеют мицелиальный талом без перегородок и часто уже все структуры, включая репродуктивную, мы у них находим. Далее вот видите верхний снимок это эндобиотический талом, когда гриб внедрился в клетку растения и амибоид, а затем зооспорангий внутри этой клетки сформировался или это биотический талом, когда зооспорангий вне какого-то субстрата, а с субстратом он связан с помощью ризоидами. Теперь у грибов этих есть бесполое и половое размножение. Бесполое размножение это зооспоры одножгутиковые, жгутик направлен назад, у неокалимакстиковых грибов анаэробных бывает много жгутиковые образования, 10 и более жгутиков. Теперь освобождаются зооспоры или просто стенка зооспорангия разрушается или открывается крышечка апперкулум. Это мы потом будем иметь у аскомицетов такой способ открытия сумок. И часто высвобождается вместе с желатиновым материалом. Почему? Желатиновый материал позволяет удержать влагу при перепаде влажности во внешней среде. Он предохраняет на какой-то период зооспоры. Далее зооспоры зависят от лепидного компонента и от того есть ли вода или нет. Потому что при отсутствии воды необходимость жгутики отпадает. Это ясно. И существуют они за счет своих внутренних энергетических ресурсов. и в случае голодания зооспоры у ряда организмов они начинают функционировать как половые клетки, как гометы. И тогда происходит уже плазмогомия, кариогомия. Но в случае бесполого размножения что мы наблюдаем? Зооспора теряет жгутик, образуется клеточная стенка, а затем вот эта структура, эта циста прорастает ростковой трубкой и на этом мицелии формируется новый зооспорангий. Вот этот будет бесполый цикл развития хитридиевых грибов, таких самых простых, у которых нет сложного талома. Но как раз вот на этой группе организмов природа испытала или продемонстрировала все практически возможности полового размножения у грибов. То есть для данных грибов известно и изогомия, и гетерогомия, и оогомия. Вы в принципе в курсе ольгологии уже знаете, что из себя представляют эти процессы. Далее гометангия гомея тоже может быть и саматогомея в случае контакта резамицелиев у грибов данных. У многих грибов половой процесс не изучен, не обнаружен, но в то же время практически все эти типы полового процесса, и в первую очередь гометогомея, они известны для разных групп зооспоровых грибов. Эта картинка как раз демонстрирует типы полового процесса у зооспоровых грибов. Итак, в случае полового размножения плазмогомия и кариогомия завершается образованием покоящего спорангия. Он также имеет утолщенную пигментированную стенку, проходит период покоя, и вот уже тогда диплоидное ядро делится миетически, там проходит миоз, и прорастает, проходят потом метозы, потом образуется уже при прорастании новой спорангии, в котором зооспоры прошли рекомбинацию. И вот посмотрите, на этой уже картинке показан целый суммарный бесполый цикл и цикл с половым размножением ухитридиевых грибов. То есть вы видите, вот как раз два ризомицелия контактируют, проходит плазмогамия, в этом месте два ядра сливаются, образуется молодая зигота исходно, затем покоящий спорангий диплоидный, и после миоза, и последовательно методических делений образуется уже зооспорангий, где каждое ядро обособляется с частью цитоплазмы, затем формируются зооспоры, и они выходят во внешнюю среду. И может быть более высоко организованных зооспоровых грибов жизненный цикл со сменой поколений, гоплоидно-диплоидный. Смотрите, как здесь устроено. Есть особь гоплоидная, и на ней есть структуры, где формируются гометы мужские и женские. В данном случае половой процесс гетерогомии. Мужская и женская гомета различаются по подвижности и по размерам. Поменьше мужская, побольше женская гомета. проходит слияние двух гомет, образуется какой-то период двуядерная плана зооспора, затем проходит слияние двух ядер и формируется диплоидный спорофит с зооспорангиями. Вот если из зооспорангия выходит зигоспора, то она диплоидная. В случае же, смотрите, если проходит, образуется покоящийся зооспорангий и здесь проходит уже миоз, то формируются как раз гометы и каждая гомета уже может прорасти в гомета фит с набором Н. И вот уже на ней образуются гометы и мужские, и женские. Итак, теперь перейдем уже к конкретным представителям различных токсономических групп зооспоровых грибов. Грибы эти важны во многих отношениях, потому что являются часто опасными паразитами, патогенами растений, вот в частности альпидиум бразика, возбудитель черной ножки капусты, корнеедов, то есть они поражают растение молоденькое, как раз когда оно еще не столь сильное. Вот синхитриум эндобиотикам вызывает рак картофеля, то есть клетки клубня или других частей растения, листьев начинают под действием фитогормонов, которые выделяют гриб и индуцируют выделение у растения делиться, питательные вещества все уходят в это место у растения и это очень опасное заболевание, приносит до 40-60% потери в урожае и является фитокарантинным. Когда поступает картофель из одной страны в другую, то обязательно проходит фитокарантинный контроль на наличие вот таких патогенов. физодерма мейбис она вызывает пятнистость кукурузы, тоже очень распространенное опасное растение. Ну вот виды рода альпидиум давайте рассмотрим. Они, кроме того, еще являются часто переносчиками вирусной инфекции у растений. Наиболее простые грибы и вот цикл развития вы видите. Зооспора прикрепляется к растительной клетке, теряет жгутик, начинает двигаться как амибоид, затем покрывается оболочкой, переливается из этой клетки содержимое внутри клетки растения, там начинается активное питание, деление методическое, затем формируются зооспоры, зооспоры и зооспоры эти инфицируют новое растение. Вот этот бесполый цикл очень короткий, 7-10 дней и в течение вегетационного сезона соответственно поражается достаточно много растений. К концу вегетации растений, как правило, смотрите, происходит уже копуляция двух зооспор, ну и вызывается это, как правило, снижением количества питательных веществ, или снижением температуры, и формируется такая мощная клетка, уже дикариотическая, она расположена внутри часто клетки хозяина, и уже переживает зимний период, и весенний уже порой проходит кариогамия, затем миоз, и выходят вот из этой клетки уже новые зооспоры, которые начинают в течение лета инфицировать растения. Теперь, какие же несколько представителей порядка хитридиалис, начнем с отдела хитридиомикута и порядка хитридиалис, наиболее богатый по количеству видов порядок хитридиалис, более 700 видов, и наиболее простой по строению, вот я вам уже рассказывал про хитрые эндобиотики это фитопатоген, но среди этих грибов есть паразиты также водорослей, водных грибов, беспозвоночных, есть сапротрофы, и они обычно развиваются на растительных субстратах или субстратах с хитином и кератином, ну кератин понятно это что за субстрат кожные покровы а волосы хитин это как раз водные грибы некоторые беспозвоночные также содержат в своем покрове хитин есть представители порядка резофидалис которые развиваются на пыльце вот на пыльце сосны в частности и вы видите вот зооспарангий и его резоиды они как раз внедряются в пыльцу растения пыльцу сосны которая плавает по поверхности воды как правило и вот в этих местах как раз данные организмы и развиваются есть гриб полифагус эуглена который поражает эвглена и разрастается его мицелий от одной эвглена до другой до 50 эвглен объединяется в одну колонию с этим мицелием если одна такая колония грибная выступает в роли мужской осыпи а другая в виде женской то между ними образуется перемычка мицелий вытягивается от одной к другой и в месте контакта будет происходить уже образование зиготы и после определенного периода покоя это зигота там пройдет миоз и зигота прорастет новым зооспорангием зооспоры выйдут и таким образом продлится жизненный цикл у полифаугуса и у глена среди хитридио микота есть и патогены позвоночных животных не так много недавно обнаружены батриохитриум который поражает лягушек в принципе никогда может быть не обнаружили это заболевание но вдруг в районе Амазонии в Латинской Америке началась массовая гибель данных животных и активно стали изучать почему это происходит и был обнаружен данный грипп а несколько позднее в 2013 году еще один вид батриохитриум саламандрии воранс который паразитирует на саламандрах достаточно интересные организмы видите жизненный цикл в общем-то довольно длительный поражают они поверхность покров животного и в этом покрове как раз формируется в клетках которые содержат кератин зооспорангии и они в течение где-то вот здесь в течение трех-четырех месяцев массово выходят в водоем и заражаются соответственно новые особи лягушек вот этот хитридиумицет он практически пока никем не обнаружено что образует токсины но из-за того что нарушается работа эпидермальной ткани а это для данных животных принципиально важно в конечном итоге и взрослая лягушка и головастики погибают потому что и дыхание и осморегуляция у животного нарушаются кардинально и все это может завершиться смертельным исходом и вот посмотрите вот эти вот на поверхности отверстия это вот в клетках этого эпидермиса в каждой практически клеточке находится зооспорангия вот видите зооспора здесь инфицирует каждую клетку и внутри формирует зооспоранги поэтому конечно животному очень сложно выжить есть среди этих представителей отдела хитридиомикота другие виды вот в частности спизеломицетовые которые объединяют очень простые по структуре организмы имеют там подобные зооспоры это сапротрофы которые эти небольшой такой мицелий имеют и развиваются как я уже показывал на поверхности сосны следующий отдел в учебнике это там в виде порядка сказано отдел неоколимакстика микоты он с 2007 года в таком ранге существует вообще эти грибы открыты не так давно видите в 1977 году известно 20 видов но грибы очень важные и уникальные если вообще все грибное царство рассматривать во-первых они облигатные анаэробы имеют достаточно своеобразный тип брожения он смешанно кислотный который с кож с брожением у энтеробактерий то есть образуются и кислоты и спирт и водород даже ну и СО2 естественно не имеют митохондрии имеют гидрогеномосомы простые такие двухмембранные органеллы без генома и формируют широкий спектр гидролитических ферментов как раз то что нужно травоядному животному потому что они же в рубце обитают и в заднем кишечнике для того чтобы расщепить растительный материал ну и соответственно не только растительный но и белки жиры так спектр этих ферментов включают и целлюлазы и протеазы амилазы и стеразы пиктеназы то есть вот все что требуется для того чтобы вот этот растительный материал был расщеплен на моносахара и смотрите вот здесь вот обилие зооспарангиев на слайде показано и их прикрепление как раз к частичкам растительного материала а почему это столь важно смотрите корова в день съедает 40-50 килограмм корба растительного его усваивать достаточно сложно целлюлозу ну как любому животному огромное количество воды выпивается в принципе и выделяется очень много в виде экскрементов в день там 25 килограмм и чтобы в рубце и вообще в этом пищеварительном тракте удержаться естественно грибам нужно иметь в отличие вот как раз от грибов которые поражают беспозвоночных лягушек саламандр довольно быстрый такой жизненный цикл по временным промежуткам от образования зооспоры до образования новой споры иначе вот с таким мощным потоком воды и корма они из рубца из пищеварительного тракта будут удалены а почему они важны смотрите в рубце происходит расщепление с помощью этих грибов полисахаридов затем идет процесс брожения и на основе вот этого процесса брожения метагенеза формируется популяция бактерий которые являются белковой пищей для животного и даже вот часть мочевины животным не выводится из организма а поступает эта мочевина в рубец для того чтобы бактерии на основе тех моносахаров которые получились при расщеплении растительного материала и вот этого азота мочевина и даже в кормах дают карбамид добавку животным в корм сформировался микробный белок а микробный белок будет иметь все аминокислоты которые необходимы животному растительной пищи необходимого количества белка и незаменимых аминокислот нет недостаточно их нет просто растительной пищи в нужном количестве поэтому как раз вот эта группа грибов она очень важна и при изменении корма рациона если это все проводить научно обоснованно необходимо контролировать чтобы популяция данных организмов из рубца не была удалена ну вы видите цикл развития у них приблизительно тот что я уже рассказывал то есть зооспоры инсестируются на растительном материале формируют новые зооспоранги вот здесь картинки это демонстрирует а вот развитие их посмотрите как быстро протекает вот но вот сейчас я вернусь вот видите зооспора формирует резоиды резоиды прикрепляются к растительному материалу вот здесь проходит гидролиз этого растительного материала но соответственно зооспорангий зреет и уже через 16 20 часов он способен образовать новые зооспоры так следующий отдел бласток ладиомикота здесь мы знаем порядка 200 видов 179 видов на период несколько лет последних большинство имеет хорошо развитый полицентрический талом из неклеточного то есть ценоцитного мицелия который несет репродуктивные органы или гаметангии или зооспорангии половой процесс здесь изо и гетерогамия со сменой диплоидного и гаплоидного поколения бесполой зооспоры и здесь большинство представителей это сапротрофы вот там чаще мы все-таки встречали паразитические организмы но есть и паразиты это облигатные паразиты на комарах есть целомом мицис есть катенария грибы которые паразитируют на нематодах и вот как раз физодерма вызывающая оспу кукурузы паразитирует на растениях на данной картинке вы видите зооспоры гриба как они прикрепляются к телу нематоды внедряются внутрь там разрастаются в каждой клетке и формируют новые зооспорангии и вот жизненный цикл целомом мицисом он инфицирует видите личинок комара и у него в зависимости от того где развивается гриб в личинках или взрослой особи меняется еще меняется характер жизненного цикла с гоплоидного на диплоидный и вот наиболее такой развитый талон обычно демонстрирует на аламитце арбузского у него женские гометы они более крупные гиалиновые гиалиновые это как вот стекло на изломе такого цвета мужские оранжевые и менее крупные то есть помельче более подвижные и жизненный цикл я уже вам его демонстрировал ну вот на этих организмах как раз на этих гометах было показано что женская гомета формирует формирует продуцирует монотерпен половой феромон и привлекает таким образом мужские гометы название видите достаточно ясное сиренин от греческих помните дам которые жили на острове сирены и привлекали одиссея с его спутниками концентрация этого соединения 10 с десятой моли и концентрация вполне достаточная чтобы направить мужские гометы к женской особи но в последние годы обнаружено что и мужские гометы выделяют определенное соединение в ответ на продукцию сиренина женскими гометами то есть что они тоже так позитивно или может быть негативно откликаются на данные феромоны так и отдел моноблефарий домикота это наиболее высокоорганизованные из зооспоровых грибов известно немного 26 видов этих организмов половой процесс у них оу-гомея здесь уже вы видите мужская клетка по-прежнему подвижная как это остается если мы даже до человека нашей эволюции проследим а женская неподвижная становится оу-гомея процесс в основном видите это водные сапротрофы но есть и те которые обитают во влажной почве так вот постепенно вы видите мы двигаемся от среды обитания водной к наземным экосистемам такой пушок мицелия они часто образуют на мелких веточках на трупах насекомых могут быть и паразитами беспозвоночных водорослей грибов водных и здесь вот известны такие представители как моноблефарис и моноблефариэла они в зависимости от температуры часто имеют различные репродуктивные органы при низкой температуре образуют бесполые структуры зооспоранги с зооспорами а при более высокой температуре формируют уже огонь с одной яйцеклеткой и антиридии с несколькими гаметами мужскими мужскими ну вот этот слайд демонстрирует как раз жизненный цикл данных грибов смотрите вот это вот мужская гамета она двигается к женской клетке половой и затем уже формируется такая вот ооспора проходит ней миоз и далее уже образуются новые зооспоры на этом слайде показано это как все выглядит в реальном свете вот как раз это вот мужская видите гамета вот это вот округлая женская половая клетка а вот бесполые зооспоранги итак грибы отдела зигомикота и подотдела гломера микотина вот если мы откроем учебник то у нас написано что в этом отделе есть два класса класс зигомицетес и трихомицетес зигомицет это основная группа грибов зигомицетных 870 видов и вы видите перечисление тех основных порядков которые у вас экзаменационных билетов и есть трихомицеты которых группа довольно сборная не столь большая это около двухсот видов и сейчас она уже вся разнесена по разным таксонам зигомицетов ранее они были объединены больше по эколого-трофическому принципу а не по морфологии циклам развития ну вы в принципе должны знать что такое деление грибов существовало где-то до 2007 года использовалось в целях утилитарных в большей степени потому что многие из этих грибов являются паразитами насекомых различных чилинстоногих и они эволюционируют с насекомыми уже на протяжении многих лет так что группа организмов очень важных и малоизученная группа ну а теперь посмотрите вот та схема хиберта которую я показываю здесь у нас есть отдел гломера микота есть отдел мукора микотина зоопага микотина кихела микотина это вот те грибы которые как раз относятся к отделу зига микота в настоящее время этот отдел разбит на два других отдела мукора микота и зоопага микота ну мы будем рассматривать наверное так как это дано в учебнике отдел зига микота какие его признаки грибы имеют разветвленный неклеточный уже хорошо развитый мицелий ценоцитный в большинстве своем хотя ряд организмов уже имеют мицелий с перегородками далее подвижной стадии отсутствует в жизненном цикле в клеточной стенке наряду с хитином достаточно большое содержание хитозана дзетилированного хитина гликоген синтез лизина через антфоаминовую адипиновую кислоту это общий признак грибов естественно сохраняется а вот почему они еще выделены в отдельный отдел это половой процесс достаточно у них характерный специфический слияние недифференцированного многомета содержимого двух клеток которые отделяются перегородкой от несущих гиф с образованием зиготы с диплоидным ядром сливаются как одноядерные так и многоядерные клетки и вот этот процесс называется зигогомия и соответственно грибы зигомицеты есть виды в этом отделе гомотоличные и гетеротоличные теперь бесполое спороношение тоже специфическое для грибов этого отдела в сравнении с другими эндогенные неподвижные спорангиоспоры эндогенные то есть они окружены оболочкой потому что есть еще экзогенные бесполые споры конидии которые не окружены внешней такой цельной для многих спор оболочкой основная часть жизненного цикла гоплоидной стадии и здесь мы уже имеем большинство представителей наземных грибов наземных обитателей есть сапротрофы и сапротрофы конечно более разнообразные среди зигомицетов и есть паразитические организмы итак половое размножение идет при слиянии гометангиев образуются толстостенные зигаспоры и это зигаспора после периода длительного эндогенного покоя будет прорастать с образованием нового спарангия уже с разнокачественными спарангиоспорами то есть те спарангиоспоры которые предварительно имели в своей истории миоз и там ряд методических деления вот картинка следующая показывает как два мицелия здесь гетератоличный организм значит плюс и минус мицелия обозначается гетератолизм у зигомицетов сливаются проходит плазмогомия образуется зигота затем проходит кариогомия и вот зигота толстостенная часто видите с такими отростками которые от суспензоров отходят какими-то более сложными даже разветвлениями или покрытая шипами шероховатая поверхность может быть темно окрашенная оболочка может быть у зиготы она переходит довольно длительный период эндогенного покоя если вы даже эту зиготу новую только сформировавшуюся поместите на питательную среду прорастать она не будет она вот как знаете необходимо допустим клубнем картофеля пройти период длительного покоя изменения температуры похолодания и после этого только они начинают прорастать так и здесь есть период внутреннего созревания этой зиготы и еще что я хочу на этом слайде продемонстрировать вот видите у тут гриба в пикамицета допустим есть такие длинные отростки и вот эти вот отростки у ряда грибов у эндогоновых становятся еще более сложным и формируют такую обертку вокруг зиготы и вот эта вот обертка вот эти вот разрастания придатков они уже создают какой-то аналог плодового тела такие первичные плодовые тела у отдельных грибов зигомицетов мы наблюдаем но это как раз скорее исключение чем правило теперь бесполое спороношение здесь формируется спорангии такие многоклеточные где ядра с цитоплазмой обособлены и вот эти все споры спорангиоспоры они приблизительно как зерна допустим бобов в мешке то есть цитоплазмы в самом мешке нет вот в самом споранге все вся цитоплазма она обособилась обособлена с ядром и сформировала споры и кроме этого могут формироваться канидии по механизму бласта спор то есть вот как вытягивается мицелий отпочковывается и может это бласта спора даже отстреливать на небольшое расстояние теперь может быть вот с таким расширением нижней части спорангии или без расширения может внутри быть спорангии такое шаровидное образование вот расширение под спорангием называется апофиза и если спорангии содержит от 1 до 50 спор то эта структура называется спорангиоль и если мы имеем спорангии в котором споры расположены линейной как правило 1-2-3 споры то эта структура называется мера спорангий грибы часто некоторые образуют одновременно и спорангий и спорангиоль вот например хитокладиум брефелди он образует и односпоровые даже спорангии а когда одна спора спорангий то эта структура выглядит уже как конидия грибы видите есть среди мукровых которые паразитируют на других грибах мукровых причем также образуют гаустории внутри разрастаются вокруг этого гриба хозяина и отделить их очень сложно потому что они такие биотрофы у данных организмов была изучена как раз половая совместимость обнаружен гетератолизм и установлено что регулируется этот процесс триспоровой кислотой если серенин феромон у грибов бластокладиумикота то вот здесь триспоровая кислота и что же происходит вот когда встречается два мицелия мицелий плюс мицелий минус то один мицелий он усиливает синтез специфических предшественников триспоровой кислоты бета-каротина у другого мицелия и они как бы обмениваются соединениями которые нужны для построения вот этой триспоровой кислоты при этом индуцируется образование как раз зигофор и репрессируется образование структур бесполого спороношения а если вот эти мицелии плюс и минус не встречаются то образование предшественников триспоровых кислот не происходит и кроме того смотрите при развитии вот совместном мицелий противоположного знака синтезируется бета-каротин активно и вот этот принцип в одном ферментере выращивать два типа мицелия он используется в биотехнологии для того чтобы получить максимальный выход данного соединения и в целом вы видите три четверти мукоровых это гетератоличные организмы цикл развития я вам уже говорил в основном гаплоидный но этапы образования зиготы они наиболее важны для данного организма и на данной картинке мы видим как все протекает значит вот видите образование зиготы после кариогамии здесь проходит миоз после длительного покоя и вот это вот зигота прорастает и формируется спорангия вот споры эти далее могут развиваться и формировать спорангия и будет такой быстрый цикл бесполового размножения потому что споры спорангии не обладают эндогенным покоем это вот споры которые тут же в течение нескольких часов прорастают как только попадают в условия благоприятные то есть достаточно влажности и даже небольшое количество питательных веществ приводит к тому что этот организм начинает формировать мицелий и на этом мицелии будут образовываться новые спорангии и в то же время видите на верхней части рисунка как проходит спаривание двух мицелий формирование зиготы и тогда уже завершается половой цикл организма зигомицетного то есть есть длительная гоплоидная стадия небольшая по продолжительности гетерокариотическая потом в общем довольно продолжительный период когда имеется диплоидная стадия зиготы и все это завершается прорастанием зиготы чему предшествует миоз теперь какое разнообразие этих грибов вот видите несколько здесь отделов и наиболее богато по числу видов это конечно группа мукора мекотина значительно меньше грибов мартирелла мекотина кихелла мекотина затем и энтомофтора мекотина и довольно много грибов относится к зоопага мекотина на данном слайде они показаны как подотделы и давайте ряд организмов рассмотрим более детально значит порядка мукоралис грибы имеют хорошо развитые неклеточные мицелии это вот как раз мукоровые грибы резопосы могут проявлять мицелляльно-дрожжевой деморфизм то есть в анаэробных условиях когда повышенное содержание диоксида углерода в атмосфере они могут формировать дрожжевые клетки бесполые разношения спорангия спорами в больших приподнятых надсубстратах спорангиях спорангиях и половой процесс типичная зигогамия могут формироваться и хламидоспоры такие толстостенные клетки на мицелии и вот данная картинка показывает строение грибов споранги колонку воротничок остатки спорангия далее резопос резопос в отличие от мукора еще формирует столоны он быстро перебрасывает свой мицелий на небольшое расстояние и в этом месте закрепляется с помощью резоидов резомицелия и формирует новый спорангеносец со спорангием вообще грибы такие быстро растущие формируют обильные пушистые мицелий и на поверхности различных субстратов и питательной среде среди них есть капротрофные организмы вот такие как допустим пилоболис капротрофные организмы чем характеризуются обычно у них или репродуктивные структуры в данном случае спорангием имеют толстую оболочку устойчивую и вот для того чтобы она была разрушена и жизненный цикл капротрофного организма продолжался надо чтобы животное съело спорангием и внутри уже кишечная жидкость пищеварительная жидкость нарушает эту оболочку и попав в экскременты гриб может там прорасти прорастает формирует новые споранги но вот эти вот споранги не должны просто упасть опять вот лепешку в эти экскременты а должны быть отброшены на какое-то в общем-то далекое расстояние поэтому спорангеносцы обладают фототропизмом наклоняется в сторону солнца то есть это понятно будет то направление куда можно направить выбросить этот споранги и оно не будет встречено каким-то препятствием для этого есть определенные приспособления вот в данной части спорангеносца под действием света начинает активно делиться клетки вытягивается клеточная стенка внутри спорангеносца разрушается гликоген и повышается тургорное давление и тогда спорангий может быть отстрелен на несколько метров кроме того сам спорангий имеет такую липкую обертку оболочку и прикрепляется к поверхности листа или травы или кустарника и животное уже поедает траву или листву на дереве кустарники получает вместе с растительной пищей как раз грибной организм теперь чем характеризуется мекомокровые грибы они в большинстве своем сапротрофы причем любят место обитания богатое органическим веществом навоз почва верхний горизонт где подстилка растительные остатки или это корневая зона растения где питательные вещества легкодоступны и содержатся в большем количестве чем в минеральных горизонтах почвы и также активно конечно колонизируют различные продукты и хлеб и овощи и соответственно на растениях богатых сахарами таких как клубника сладкий картофель овощи цветки растения заселяются и их поражают кроме того плодовые тела грибов особенно грибов агарикомицетов которые богаты питательными веществами тоже могут поражаться грибами мокровыми и есть патогены животных и человека это виды из родов апсидия ризопус мокр канингомела в общем довольно такие серьезные мокромикозы как заболевания и наиболее часто поражают конечно легкие но в принципе могут быть этими грибами поражены и другие органы растения среди них есть термофилы вот они поэтому в общем-то легко в такой среде в среде животных в тканях развивается вот резомок арпусилица апсидия которая имеет оптимум роста там 37-45 градусов что в общем конечно для нас неприятно и главное еще что обилие спор образует эти грибы спорангиоспор и конечно в воздухе легко переносится но правда эти споры легко гибнут образуется их много но и гибнут они достаточно быстро используется человеком мокровые используется человеком мокровые грибы активно и как продуценты органических кислот как продуценты ферментов амилаз ренина вот как раз ренина используется при производстве сыров бета-каротина вот предшественника витамина А и в меньшей степени они являются продуцентами вторичных метаболитов антибиотиков практически среди них активных продуцентов мы не имеем это все-таки перерогатива грибов аскомицетов и базидиомицетов производстве пищи в юго-восточной Азии грибы эти многие многие уже столетия может быть и тысячелетия используются вот как раз туафу сафу типа сыра когда муку соевую обрабатывают грибом актиномукор элеганс ряд других грибов и и этот гриб превращает эту муку которая растворена в солевом растворе часто даже в какой-то морской воде можно и превращает ее в такую студне творожистую массу которую можно на кубики порезать и добавлять в суп салаты и вот темпекс или аналогичные продукты когда зерно сои или можно кстати другие злаковые культуры использовать они пропариваются при горячей в горячей воде и затем инокулируется грибом резопос или гаспорос в течение нескольких буквально суток двое-трое прорастает вся эта масса мицелия и вот этот продукт который уже будет обогащен грибной биомассой содержащей все незаменимые аминокислоты которые имеют в своем содержании жиры с ненасыщенными жирными кислотами он становится более ценным и активно используется как раз в странах южных где такой мясной пищи всегда было недостаточно животного белка ну и в настоящее время в этих странах потребляет не столь много как в Европе или каких-то иных регионах более северных теперь следующий порядок эндогонализ вот среди этих грибов есть не только сапротрофные но и эктомикоризные виды есть паразиты на рыбах и видите вот эти грибы образуют такие спорокарпы оплетенные мицелием зиготы формируют они уже довольно большого размера и вот эти вот спорокарпы то есть плодовые тела одни из первых у грибов еще не высших которые мы в настоящий момент знаем и наблюдаем они на почве видите на растительных остатках формируются и грибы интересны чем вот они как раз эктомикоризные и помогают растениям закрепиться на первых стадиях сукцессии допустим при зарастании песчаных дюнов грибы обладают вот их спорокарпы запахом лука рыбы и таким образом привлекают животных землероев которые разносят как раз по почве внутри их репродуктивные структуры что позволяет впоследствии уже инфицировать новые растения образовывать эктомикоризу так подотдел мордирелла микотина здесь мы знаем порядка сотни видов грибы довольно интересные в том плане что они хорошо развиваются при нескольких температурах и являются активными хитинолитиками для того чтобы при низкой температуре развиваться как правило должны быть липиды с ненасыщенными жирными кислотами то есть это организмы потенциальные для получения ценных продуктов и в то же время повышенное содержание липидов позволяет тоже полагать что может быть эти грибы будут использованы для получения биодизеля в перспективе если мы научимся на каких-то отходах растительных которые нам нам никак не используется выращивать эти грибы в отличие от резопуса и мукора видите у этих грибов нет колонки нет такого шаровидного расширения внутри спарангия и отдел зоопага микота вот здесь я вам кратко наверное перечислю представителей грибы это как правило или сапротрофы в почве или развивается на помете животных и реже паразиты на грибах мицелий кстати уже септированы в этих грибах могут образовывать видите мера спарангия вот такие далее есть среди них грибы паразитирующие на других грибах вот как раз на мукоровых это демаргаритовые грибы есть грибы довольно крупный порядок харпеловые которые инфицируют различные различных беспозвоночных в пищеварительном тракте насекомых развиваются такие длинные видите клетки формируют которые с нитевидными придатками и все это позволяет закрепиться на поверхности или внутри насекомого и вот более подробно давайте рассмотрим отдел энтомофтора микотина здесь известно около 200 видов мицелий одноклеточный но он быстро разрастается становится многоклеточным и может распадаться вновь на отдельные клетки половой процесс зигогамия а бесполое размножение уже образование канидий которые могут активно отбрасываться и вот это как раз вот энтомофтора муская паразит мух он на следующем слайде вы увидите как формируют канидии способные на небольшое расстояние отлетать от пораженной мухи что важно эти грибы паразиты достаточно большого количества вредителей важных культурных растений поэтому давно была идея их использовать и какие-то виды уже используются для приготовления биопрепаратов проблема состоит в том что они облигатные паразиты и для того чтобы препарат вырастить вы не можете использовать питательную среду ферментер обычный и получать споры данного гриба а вам нужно иметь насекомых культивировать насекомых заражать грибом и уже из этих насекомых получать споры для борьбы с вредителями поэтому используется иной подход заражают определенную популяцию насекомых и ее подселяют к вредителям в агроцинос или в лесной агроцинос и вот уже там как раз гриб начинает распространяться по аборигенной популяции насекомых вредителей таким образом снижается их численность а вот смотрите энтомофтора муская когда полностью уже заселена грибов на ее поверхности образуется вот такие вот канидинусы с канидинами вот эти вот канидии отбрасываются на небольшое расстояние и вот осенью на даче можно иногда видеть на стекле такие капельки жира это вот как раз мертвая муха в этом месте была и от нее отлетали канидии которые покрыты липкой оболочкой вот здесь вот она показана вот эта вот липкая оболочка вокруг споры и поэтому на стекле такие вот жирные пятнышки маленькие вот как на данном слайде показано и кстати вот эти споры могут прорастать второй раз и снова отбрасываться на небольшое расстояние пытаясь снова какой-то особь инфицировать и несколько вот слайдов сейчас будет о других представителей тоже в общем-то опасных и для человека но в основном они в центральной Африке развиваются это вот представители семейства базидиаболация есть сапротрофы но вот есть базидиаболис ранарум который развивается в экскрементах наводных но может поражать человека вызывать граноломатоз подкожной клетчатки распространен в африканских странах и вот у него тоже видите образуются вторичные отбрасываемые канидии ну и есть зиготы как у всех зигомицетов и есть грипп канидиаболис коронатус который может инфицировать тоже человека и обитает в тропических регионах в первую очередь в Африке и пока тоже мало изученные но есть грибы зигомицеты облигатные патогены насекомых клещей трипса вот внутри прямо беспозвоночного видите образуются такие погоящиеся зиготы и конечно вот эта группа беспозвоночных столь разнообразна и пока мало изучена в отношении как облигатных патогенов грибных так и комминсалов так и тех грибов которые могли бы в пищеварительном тракте развиваться которые способны быстро образовывать репродуктивные структуры и в частности из вот сейчас он даже отдела зоопага микота всего видите 163 вида известно а все таки на нематодах на личинках насекомых на амебах конечно паразитирует я думаю значительно больше грибов образует тонкий мицелий многоклеточный и видите такое бесполое спороношение простое такие цепочки канидии которые образуются на окончаниях гифы а половой процесс у них типичная зигогомия и давайте перейдем к делу гломера микота который стал отделом в 2001 году ну вот сейчас в 2006 в 2016 снова понижен в ранге до подотдела гломера микотина а в принципе эта группа организмов достаточно хорошо на основе филогенетического анализа анализа геномной последовательности малой субъединицы РНК образует это кластеризуется вот такой вот клад обособленный формирует даже куда видите более четкие чем многие другие грибы особенно вот если мы рассматриваем сейчас различные эти группы зигомицетов чем они интересны это грибы которые образуют арбускулярные микоризы или раньше чаще использовали термин визикулярный арбускулярный микоризм микориза это называется эндомикоризой так как арбускулы разветвленные структуры грибного мицелия в виде такого куста исчезающего куста в клетке растения где происходит обмен питательными веществами и вторая структура визикула это округлое образование которое запасается питательные вещества агифы гриба расположены как в межклеточном пространстве так и в почве понятно минеральные компоненты и воду поставляют в растения вообще если рассмотреть какие типы микориза микоризы существуют то есть эктомикоризы которые в основном базидиомицеты и как я вам уже сказал некоторые эндогоновые формируют арбускулярную микоризу гломерамицеты и вот есть еще у нас варианты эктоэндомикоризы тоже с чехлом таким вокруг корней и проникновением мицелия внутрь клетки растения и есть эрикоидная и эндомикориза архидных когда мицелий никак у эктомикоризных грибов очень на большие расстояния от растения древесного может распространяться а у вересковых и архидных мицелий конечно распространяется в почве на расстояние сопоставимое с тем как распространяется мицелий арбускулярной микоризы то есть на несколько сантиметров до пяти сантиметров теперь вот видите арбуз кола и эта структура короткоживущая она как бы переваривается растение и в этом месте растение получает влагу воду и минеральные соединения которые гриб передает из почвы а гриб может получать углеводы от растения теперь как происходит микоризация инфицирования растения в принципе в большинстве случаев это симбиоз то есть пользу приобретает каждый из организмов и гриб и растения так вот растение индуцирует прорастание споры споры контактирует с поверхностью корня как правило это тонкие уже корни 3-4 порядка более мощные корни более плотной оболочкой не инфицируется далее мицелий распространяется по межклеточному пространству и проходит обычно не глубже 3-4 рядов клеток корня и дальше уже внедряется в клетку и формирует там арбузку теперь во внешней среде эти грибы формируют гигантские по размерам споры самые крупные для грибов то есть от двадцати пятидесяти микрометров до пятисот микрометров пятьсот микрометров это сколько полмиллиметра практически мы в обычную лупу можем их наблюдать а вот этот внекорневой мицелий как я вам уже говорил он где-то на раньше считали до одного-двух сейчас до пяти сантиметров может распространяться и грибы до эры молекулярно-генетической в основном характеризовали по цвету размерам спор вот видите здесь на слайде показано что они довольно крупные во-первых и что могут различаться по вот этим внешним признакам и могут какие-то агрегаты из спор формироваться а визикулы вот округлые образования внутри корня и вот такие скопления тоже толстостенных и тонкостенных клеток на гифах это структуры для запасания питательных веществ и первоначально эти грибы выделялись в ранге порядка потом класса потом я вам уже говорил их выделили в 2001 года в отдел ну а сейчас рассматривают в качестве подотдела грибов не так много пока известно 200 видов но всего может быть там 20-30 лет назад где-то было 20-30 видов известно так что вот темпы открытия новых грибных организмов гломермицетов они достаточно такие большие быстрые и я думаю что просто из-за того что эти грибы не растут на питательных средах и чтобы новый гриб обнаружить нужны молекулярно-генетические подходы и в общем такой тщательный анализ вот как раньше делали вот нужно проследить на корнях образование вот всех этих структур морфологических поэтому работать с ними ну немногим может быть удается потому что нужно постоянно иметь еще растения на котором поддерживать этот гриб сейчас вот известно несколько ну известно что они объединяются в четыре порядка достаточно тоже видите хорошо кластеризуются эти порядки и грибы эти одни из древних вместе с этими грибами или может быть на их плечах растения вышли на сушу я вам уже говорил и произошло это по меньшей мере полмиллиарда лет назад и в этих хринийских находках находят в растительных остатках ну таких палеонтологических остатках и наблюдают как в клетках растения были арбуз эскулы визикулы мицели эти распространялся и есть находки сейчас шесть таких находок древнейших вообще организмов наземных это тоже представители гломерамицетов геосифон пуриформы то есть небольшие такие грибы которые внутри себя несут цианобактерии носток пикнете формы вот они считаются может быть одними из самых таких первых поселенцев на влажных почвах или других уже каменистых субстратах и пока единственный вид грибов который формирует эндосимбиоз с цианобактериями вот внутри смотрите внутри вот этого пузыря мицелия мы наблюдаем цепочки ностока мы можем обнаружить гетероцисты грибов то есть процесс азотфиксации носток осуществляет находясь внутри клетки гриба и гифами этот гриб прикреплен к субстрату из почвы получает питательные минеральные соединения вот органические соединения он как раз получает за счет цианобактерии и вот такие вот смотрите цепочки обильные вполне вполне хорошо развивающийся организм потому что достаточно активно фиксирует диоксид углерода из атмосферы и вот этот диоксид углерода в основном является тем источником углерода который гриб получает а вот фиксация молекулярного азота конечно проходит в этих в грибе но она не активизируется в отличие от других симбиозов цианобактерии допустим с другими растениями с водным папоротником а протекает приблизительно с той же интенсивностью как и у свободно живущих ностыков так что вот ведущее значение во взаимодействии гриба и ностыков в данном случае принадлежит фотосинтезу осуществляемую цианобактерии далее что нам важно рассмотреть вот эта робоскулярная микориза она очень широко распространена у растений у большей части покрытосеменных у многих голосеменных у папоротников у печеночников то есть 80% растений имеют арбускулярную микоризу и она формируется в большинство видов сельскохозяйственных растений злаковых бобовых и эти грибы не являются видоспецифичными и поэтому один вид может образовывать микоризу у разных растений и вот эти грибы конечно привлекают с точки зрения получения препаратов для сельского хозяйства которые позволили бы улучшить урожай и качество растений но про это наверное рассказ будет на следующей лекции спасибо